Здравствуйте, дорогие первоклассники! Я рада нашей новой встрече! Мне с вами интересно, друзья! Мы сегодня будем наблюдать, выводы делать и рассуждать. А чтобы урок пошел каждому впрок, активно в работу включайся, дружок. Вас ждут интересные знания и задания. Тема нашего урока – магнит. Сегодня на уроке вы узнаете о свойствах магнитов, о том, какие предметы обладают магнитными свойствами. Вспомните, для чего нужно электричество. В начале урока проверим, какой кластер вы составили по теме электричества. Для чего нам нужно электричество? Электричество необходимо для освещения дома, обогрева помещения, работы бытовых приборов, работы медицинских аппаратов. Электроприборы могут работать без включения в розетку. Батарейка – источник электричества. Электромобили работают на электричестве. Вы молодцы! Отлично справились с заданием. А сейчас откройте учебники на странице 68. Задание номер один. Магниты. Рассмотрите картинки. Чем занят Нигеш? Какой эксперимент он проводит? Нигеш взял магнит, металлические скрепки, металлический шарик, металлический гвоздик и монету, цепочку и кольцо, резиновый мяч. Все ли предметы притягиваются к магниту? Притягиваются к магниту металлические скрепки, металлический шарик, металлический гвоздик, монета, цепочка и кольцо. Не притягиваются к магниту резиновый мяч. Давайте сделаем вывод. Магниты могут притягивать предметы. Рассмотрите следующую картинку. На странице 68 задание «Притягиваются или нет?» Обратите внимание на действия Эврики. Что происходит с магнитами? Чтобы различить стороны магнита, одну из них окрашивают в синий цвет, другую сторону – в красный цвет. Стороны, окрашенные в разные цвета, разноименные притягиваются, а стороны одного цвета – одноименные, отталкиваются. А сейчас выполним задание «Свойства магнита». Рассмотрите следующие картинки и определите, какие предметы притягиваются к магниту. Давайте проверим. Предметы, которые сделаны из резины, дерева, бумаги, пластика, к магниту не притягиваются. Это простой карандаш, ластик, альбом для рисования, конструктор и матрешка. К магниту притягиваются предметы, которые сделаны из металлов. Это ключи и ножницы. Как можно назвать свойства предметов, которые притягиваются к магнитам? Магниты могут притягивать предметы, обладающие магнитными свойствами. Запомните, ребята. А как человек использует магнит? Человек использует магнит при изготовлении шахмат, шахматной доски, магнитной азбуки и цифр, компаса, магнитной доски, банковских карточек, ключей для домофона. А вы знаете, что большие электромагниты используют, чтобы поднимать тяжелые грузы? А сейчас повторим все, что изучили по теме магнит. Составим синквейн. Название синквейна – магнит. Рассмотрите алгоритм. Первая строка – одно слово, существительное, которое отвечает на вопрос «кто? что?». Вторая строка – два слова, прилагательных, которые отвечают на вопрос «какой?». Третья строка – три слова-глагола, которые отвечают на вопрос «что делает?». Четвертая строка – «что автор думает о теме?». Нужно составить предложение из четырех-пяти слов. Пятая строка – одно слово, новое звучание темы. Подбираете слово, которое отвечает на вопрос «кто?» или «что?». Проверим. Магнит – синий, красный. Отталкивает, притягивает, обладает. Магниты притягивают предметы, которые обладают магнитными свойствами. «Физика природы». Вы справились? Молодцы! А сейчас, ребята, подведем итоги по разделу «Физика природы». Раздел мы закончили. Предлагаю БЛИЦ-турнир. Будьте внимательны. Вопрос первый. Обогревательные приборы используют для получения А – света, Б – тепла, В – электричества. Вопрос второй. Для работы телевизора необходимо А – магнит, Б – тепло, В – электричество. И третий вопрос. Выберите строку с названиями предметов, обладающих магнитными свойствами. А – скрепка, фломастер, тетрадь, Б – булавка, ножницы, металлическая пружинка, В – кружка, лупа, металлическая кнопка. Обогревательные приборы используют для получения Б – тепла. Для работы телевизора необходимо В – электричество. Выберите строку с названиями предметов, обладающих магнитными свойствами. Правильный ответ – Б – булавка, ножницы, металлическая пружинка. Вы справились с заданием? Молодцы! Я уверена, вам пригодятся эти знания. А сейчас оцените свою работу на уроке. Определите, на какой ступеньке лестницы успеха вы находитесь? Я думаю, вы все были очень внимательны, активны. Я уверена, вы все находитесь на самой верхней ступеньке нашей лестницы. Если у вас что-то не получилось или были проблемы при выполнении заданий, изучите материал урока еще раз. Подведем итоги урока. Сегодня вы узнали, что магниты могут притягивать предметы, обладающие магнитными свойствами. Также узнали, что стороны магнита, окрашенные в один цвет, отталкиваются, а стороны, окрашенные в разные цвета, притягиваются друг к другу. Вспомнили, что такое электричество. Повторили знания по разделу «Физика природы». Я уверена, что вся эта информация поможет вам выполнить следующие задания самостоятельно. Изучите материал по теме «Магнит» на страницах шестьдесят восемь и шестьдесят девять. Выполните задание «Исследуй» на странице шестьдесят девять. Определите, как действует магнит через разные предметы. Спасибо всем! До новой встречи на уроках естествознания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова